Всем добрый день! Это питомник Рос Полины Козловой. Последний день июля 2021. Жара стоит просто неимоверная, в районе 38-40. Ужасный ветер, горячий, просто горячий. Я решилась пройтись по рядам с розами, посмотреть, кто из них хорошо себя ведет в такое пекло и на кого стоит делать ставки в дальнейшем размножении, разведении. Вот этот вот красавец, Малинкорн. Я стою на рядах с бордюрными розами. Розы поливаются только под корень здесь у нас. То есть поверху никакого полива нет. Вот это его соцветию, наверное, день пятый. Вот представьте, погодные условия, жаркий ветер, сушь. И вот так хорошо он держится. Все-таки есть сорта, которые, ну просто можно сказать, реально, реально выдерживают очень-очень сильную жару. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, весь ряд цветет не переставая. Можно сказать, что никаких перерывов цветения вообще нет. И в новые бутоны идут, и идут, и идут. Еще раз повторюсь, я всегда об этом говорю, что за цветами мы здесь не смотрим. Нам главное, чтобы правильную форму куст нарос. Корневая система была хорошо развитая. То есть один из сортов таких рабочих, хороших лошадок. И цвет такой темно-бархатный, практически даже с чернотой. Этот цвет всегда популярный. Так, ну вот напротив, одна из моих сегодняшних любимок, вот года три, я просто к ней так очень нежно и трепетно отношусь. Это роза, таким сложным названием, Гартен Принцесса Мария Хаце. Сорт не разрекламированный и не совсем популярный, потому что в тот год, когда эти саженцы можно было купить, они стоили недешево. Их было не очень много завезено, и поэтому она не у всех есть. Сейчас скажу, почему мне нравится этот сорт. Ну, во-первых, те же самые температурные условия, та же самая жара, пылюка, сильный ветер, который просто некоторые розы спекаются. Этот сорт ведет себя прекрасно. Что еще мне нравится в этом сорте? Мне очень нравится цвет, цвет такого спелого арбуза, плюс ноты розовой пудры и что-то такое еще малиновое. И восхитительный такой, очень-очень приятный аромат фруктов и доминирующая нота пахнет теплой малиной. Куст, этот розу, нужно подождать. У него в первый год, то есть, когда на нее смотришь, она совсем не производит впечатление сорта группы Флорибонда или бордюрной. Она больше вытягивается, такая, знаете, как свечка получается. И почему-то многим кажется, кто, ну, сорт видел так в питомнике или у кого-то другого, у себя в саду, она не думает, что это ближе к парковым. Нет, вкус начинает расширяться, раскущаться, как там еще слово подобрать, на второй, на третий год. Ветки становятся жесткими, такими очень-очень хорошо жесткими. Держит прекрасно вот эти цветы, достаточно тяжелые, и их много на соцветиях. Там соцветия 5, 7, иногда 9 цветков. Вот, и куст становится такой прям богатый, красивый. Очень долго тоже держится цветочек. Перерывов в цветениях тоже практически нету. Новые бутоны идут и идут и идут. Прекрасно она себя ведет. Красивая роза, мне нравится. Я люблю тоже такие цвета. Пастельные, пудровые, все это смешанное. Лист у нее такой матово-зеленый. Интересная роза. Вот тоже, можно сказать, перерывов в цветении нет. Вот она стоит, получается, вся с бутончиками, с новыми. Повторюсь, у нас очень сильная жара. Ну, пососедствует фаворит, по-моему, на несколько лет, а может быть, десятилетий. Это юбилей Санкт-Петербурга, или второе название, юбилей притца. Принца Монако. Этой розе вообще, по-моему, никакие температурные качели нипочем. Она прекрасно себя ведет. Она бесконечно цветет. Очень хорошие отзывы в этом сорте. Сорт в рекламе не нуждается. Те, кто в теме рост, те, кто понимает, что такое, какие-то сорта разбираются. То есть, юбилей Санкт-Петербурга очень и очень. Прекрасный цвет. Вот этот контраст беломолочного с темно-малиновым. Прекрасно она себя показывает. Какие-то сорта стоят. Только-только набирают бутоны на вторую, на третью волну цветения. Какие-то сорта в такую жару цвести отказываются. И с ними мы будем расставаться. То есть, мы их не будем размножать. На коллекцию он останется. А в размножении пускать не будем. А вот еще прекрасный сорт. Мне тоже очень нравится. С таким приятным фиолетово-розовым цветом. Со штрихами и таким припыленным оборотом. Это сорт Лес Селебрета. Я в прошлом году про него рассказывала. Сейчас могу тоже еще показать. Тоже прекрасно видно, что весь ряд в цвету. То есть, хорошо держит солнце, хорошо держит ветер. Нежадный на цветение бутонов масса. И когда куст уже достаточно взрослый, он прекрасно себя ведет. Он весь усыпан цветами. Расцветка мне нравится, меняется очень. Так, знаете, вот эти вот листья становятся более темными. Какой-то вот прям фиолетово-пурпурный налет. Очень сильный ветер. Листья все пыльные. У нас прям суховее. Погода какая-то странная поменялась. У нас жара какая-то несусветная в Крыму в этом году. Мы так героически держимся, потому что многие работы можно делать только в такую погоду, только в такую жару. Вот, смотрите, какой прекрасный цветок. Ой-ой-ой. Я тут тень создаю планшетом. Хороший цветок. Приятный аромат. Такие красивые, ландшафтные, не знаю, клумбы. Вы называйте, как хотите. Розы. Те, которые будут свистеть вот именно в ту погоду, когда человеку просто на улицу не хочется выходить, а хочется сидеть дома под кондиционером и размышлять о чем-то вечном. Ну, совсем скоро, буквально там еще полмесяца. Три четверти месяца. И у нас начнется отправка заказов. Поле подготавливается. Розы поливаются усиленно, чтобы набрали такую хорошую массу, чтобы корневая система себя хорошо вела во время пересылки. И многие уже этой весной, ой, господи, весной, этой осенью получат саженцы. И высадит их у себя. Заказы на весну начнем принимать где-то, наверное, с конца августа. Может быть, 28-29 числа. Числа 10-15. Постепенно на сайте будут появляться фотографии тех роз, которые будут на весну. Чтобы можно было ознакомиться с ассортиментом. Я понимаю, что северные регионы, они все-таки предпочитают весну при посадке. Потому что зима у них наступает очень-очень быстро. Так что мы поделили всю коллекцию так, чтобы вам тоже достались, те, кто покупает весной, тоже достались сорта желаемые. Те, на которых обычно всегда большой спрос. Ну вот, как-то так. Будут вопросы, спрашивайте. А теперь всем спасибо. И до свидания.